Итальянская лауда Лауда, чтобы, если это сказать на современном языке, популярная народная духовная песня. В переводе с итальянского она так и называется «Хвала», «Хвалебная песня». Мы представим вам одну из таких песен «Лауд», которая взята из наиболее раннего сборника «Лаудария» и «Скартоны» до сборника XIII века. «Вас хвалим и с любовью воспоем Деве Марии». Приветствуйте ансамбль «Кантика». АПЛОДИСМЕНТЫ «Лаудария» Субтитры подогнал «Симон» 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 «Юность европейской культуры» «Симон» 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 «Сам» 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Сейчас мы хотим представить Вам Хоралы Эпохи Ронинстанс XX век Из чешского градуания Первый из них называется «Алма Сантисимо Регина» Радуйся, Пресвятая Царица! Субтитры создавал DimaTorzok 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Он прощается со своей возлюбленной и фактически, можно сказать, что навсегда. Потому что в то время попасть в Австралию, это уже практически без вариантов вернуться назад. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Она написана в разгар, скажем так, развития китобойного промысла в северных морях. И песня повествует о китобойном судне под названием «Бриллиант», которое отправляется в дальние странства в охоте за китами. И жены моряков, уходящих в плавание, стоят на берегу, просят их не уходить в плавание, а моряки отвечают, что скорее розы вырастут на гренландском льду, чем мы останемся тут с вами на берегу, вместо того, чтобы отправляться на охоту. Ну, как-то вот так. В общем, интересно то, что корабль с таким названием действительно существовал, китобойное судно, и известно о нем то, что через примерно пару лет после описываемых в песне событий это судно в составе китобойной флотилии попало в ловушку плавучих льдов, была зажата к даме у берегов Ньюфаундленда, и вероятнее всего погибло. То есть из всей флотилии вернулось там порядка 10 кораблей, где-то треть от общего количества. Возможно, что и автор этой песни находился на этом судне в это время. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Подписывал 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 DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...